В концертном зале детско-музыкальная школа прошел первый сольный концерт Дарьи Герасимовой и Валерии Головкиной. Подробности далее. Эти две необыкновенные, бесспорно талантливые девушки почти 12 лет назад пришли в музыкальную школу, подружились и даже не предполагали, что вместе рука об руку пройдут этот длительный музыкальный путь. Под руководством опытного преподавателя Татьяны Борисовны Столяровой они стали лауреатами региональных, всероссийских, международных конкурсов, являются стипендиатами губернатора Хабаровского края. За плечами Дарьи и Валерии пройден немаленький и непростой путь к достижениям в искусстве музыки, ежедневные многочасовые репетиции и дома, и в школе, концертные выступления на различных уровнях, поездки на конкурсы. И поэтому каждая девочка, как многогранный алмаз, заслуживает отдельного внимания. Даша, Дашенька, уже в 4 года мама и папа привели дочку в музыкальную школу. Очаровательная, светловолосая девочка, с озорно прищуривающимися глазками, когда она улыбается, с 5 лет она стала упорно завидным трудолюбием и усидчивостью постигать искусство игры на фортепиано. Со временем, благодаря музыкальности, техничности, ответственности, артистическим способностям, Даша стала активно принимать участие в концертной деятельности и представлять наш район на конкурсах. Самые яркие впечатления оставили поездки на конкурсы в город Новосибирск, где Даша стала дипломантом открытого конкурса молодых музыкантов «Запад, Сибирь, Дальний Восток». Город Южноуральск на 4-й международный фестиваль-конкурс «Южноуральск-Зальцбург», на котором Дарья завоевала звание лауреата и получила приглашение на фестиваль в город Зальцбург на родину Вольдганга Амадея Моцарта. Музыка Музыка И всегда каждое выступление с не рядом ее мама Татьяна Владимировна. Я другому скажу, большое спасибо за то, что вы вот с таких маленьких взяли их и довели от Чижика вот таких классных произведений. Елену Николаевну хочу сказать большое-большое спасибо, когда в 4 года эти маленькие кружки сидели и не знали, что такое буквы русского алфавита. Они умели ни писать, ни читать, они сольфеджировали, они писали в своих нотных тетрадях что-то. И я к своему стыду, представляете, дома карандашом на клавишах писала то, что они проходили на сольфеджи для того, чтобы проверить своего ребенка. По-другому никак, а они все это запоминали. Как их в голову можно вложить, как их можно научить, я до сих пор не понимаю. Лера, Лерочка. Прикосновение к клавишам началось чуть ли не с рождения, так как в доме стояла пианино. Первый сценический опыт, событие и забавный случай. В 4 года на первой репетиции к выступлению на вечере семейных ассамблей Лера буквально сбежала в ужасе со сцены, увидев перед собой огромный зал. И только после того, как ей пообещали по окончании выступления торт, репетиция была продолжена. Номер получился ярким и непосредственным. С того времени для Валерии началась концертная деятельность, а затем и участие в конкурсах, где ее всегда поддерживают папа и мама. Валерия – лауреат краевого фестиваля, конкурса художественного творчества детей и юношества «Новые имена Хабаровского края», лауреат премии главы Амурского муниципального района. В 2015 году по результатам всероссийского отбора Лера стала участницей 7-й декабрьской творческой смены образовательного центра «Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех». В 2015 году по результатам всероссийского отбора Лера стала участницей 8-й декабрьской смены образовательной группы «Новые имена Хабаровского края» и «Новые имена Хабаровского края» и «Новые имена Хабаровского края» и «Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех». Классное фонда «Талант и успех». Восхитительная идея 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 и отличные показатели в области искусства, активную концертную деятельность и большой личный вклад в Амурском районе. Попородчение главы вручить благодарственное письмо за профессиональное мастерство, творческие достижения и высокий исполнительский уровень учащихся вашего класса и большой личный вклад в развитие культуры Амурского района. Самые теплые пожелания прозвучали о той, что привела к победам и привела любовь к искусству. Уходят из нашей школы, из моего класса две девочки, но они не уходят из моего сердца. Они всегда будут в моем сердце особое место занимать. Я позволю себе прочитать маленькое сортлоение для вас. Как мне кажется, может служить неким, что ли, вектором, каким-то направлением по жизни вам, ну, вообще всем вам. Леонид Филатов, «Полоса препятствий». Не о том разговорке, как ты жил до сих пор, как ты был на решении скор, как ты лазал на спор. Через дачный затлан и препятствий не видел в упор. Да, ты весело жил, да, ты счастлива рос, сладко елась тебе и спалось. Только жизнь чередует жару и мороз, только жизнь состоит из полос. И однажды затихнут друзей голоса, взглянут компасы и полюса, и свинцом проляжет у рук полоса. Для того-то она и нужна старина, для того-то она и дана, Чтоб ты знал, какова тебе в жизни цена. С этих пор и на все времена. Ты ее одолей, не тайком, не тяжком, не в объезд, а на пик и пешком. Да не просто пешком, то бишь вялым шажком, а ползком, да еще свечечком. И однажды сквозь тучи в лесу небеса, и в лесу тебе брызнет роса. Это значит, что пройдена та полоса, ненавистная та полоса. А теперь отдыхай и валяйся в тревель, в безнятежное небо смотри. Только этих полос у судьбы руками не одна, не две, и три. Я к чему это прочитала? Я не буду вам сегодня желать ничего не сбыточного. Если пусть ваша жизнь будет безоблачной, прекрасной, легкой, пушистной, без забот, без хлопот, она такой не будет. Она будет разной. В ней будут минуты успеха и минуты отчаяния. В ней будет дружба и в ней будет предательство. В ней будет любовь и в ней будет разочарование. В ней будет счастье и в ней будет грусть. Но я уверена и мне очень хочется, чтобы вы в вашей наверняка долгой и насыщенной, интересной жизни сохранили ваши сегодняшние, юные, добрые, искренние, любящие сердца. И тогда все у вас получится. Все будет прекрасно. И вы помните всегда и знаете, что здесь что-то вас любят и ждут. Спасибо.